Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 15 апреля. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. В Ульяновской области теперь четыре раза в год будут проводиться недели контрактных отношений. Подробности узнаем от руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области Геннадия Спирчегова. Ассоциации ТОС Ульяновской области предоставлена субсидия. О том, на какие цели направляются выделенные денежные средства, расскажет председатель Совета ТОС «Мостовая Слобода», председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров. С информацией о предоставляемых с 1 января этого года льготах по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу для граждан предпенсионного возраста Нас познакомит начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области Юлия Ромашкина. Вместе с начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ульяновской области Ольгой Думововой Продолжим тему дорожно-транспортных происшествий на территории Ульяновской области в 2018 году и поговорим о несовершеннолетних пострадавших в ДТП. Студентка Ульяновского государственного педагогического университета Дарья Табакова пригласила сегодня в нашу студию куратора Всероссийского общественного экологического движения «Экобомба» в Ульяновске Алену Жаркову. Говорим о конкуренции В Ульяновской области теперь четыре раза в год будут проводиться недели контрактных отношений. Какие цели преследует проведение недель контрактных отношений? Что собой представляет эта инициатива и какое влияние ежеквартальное проведение недель контрактных отношений может оказать на развитие экономики нашего региона? Комментирует руководитель управления Федеральной антивонопольной службы России по Ульяновской области Геннадий Спирчегов. Да, действительно так. Кроме недели конкуренции, которая обычно проводится в Ульяновской области в сентябре месяце, где мы принимаем очень активное участие, вот сейчас по инициативе губернатора действительно Министерство цифровой экономики развития конкуренции проводит такие недели. Это несколько мероприятий, где участвуют не только представители Ульяновской области и других регионов, а основной организатор – это департамент по закупкам Ульяновской области, который организационно входит в Министерство экономики Ульяновской области. Конечно, главная задача – это анализ практики, которая существует в Ульяновской области, и обучение тех должностных лиц органов власти, которые отвечают за реализацию 44-го федерального закона о контрактной системе в регионе. Это важно почему? Ежегодно, по несколько раз в год вносится изменения. Сейчас, вот с 1 января 2019 года, все торги будут проходить в электронной форме. С одной стороны, это упрощает дело, с другой стороны, это усложняет. Поэтому обучение, анализ практики, обмен мнениями, информацией со специалистами – это очень важно, в первую очередь, в том числе и для муниципальных органов, и для государственных казенных учреждений. Мы, с моей стороны, оказываем посильную помощь в этом департаменте Министерства экономики, и считаем, что это снизит также те нарушения, которые есть в этой области. Очень важная цифра, кстати, прозвучала. Как бы ни ругали федеральный закон о контрактной системе, благодаря этому закону, если область раньше экономила 600-700 миллионов, сегодня, благодаря этим закупочным процедурам, область экономит до миллиарда рублей. Это очень важно, это нужно для всего населения. Ассоциации ТОС Ульяновской области Это очень сильно поможет, и не нам даже, а больше, жителям Ульяновской области, то, что сейчас создавая ТОС. Они не будут волноваться и переживать, как сдавать бухгалтерию. У нас будет бухгалтер, который будет полностью вести бухгалтерию за ТОС. Будет юрист. Они уже, по-моему, есть. Да, да, да. Уже в данный момент есть бухгалтер, который будет оказывать бухгалтерскую поддержку полностью в ведении бухгалтерии. Есть юрист, который оказывает юридическую помощь, как создать ТОС. Как потом, допустим, также есть много юридических нюансов. Сейчас уже оказывается эта поддержка. И кроме того, есть менеджер проектов, который действительно ведет это все в соцсетях, будет писать проекты. Вот ТОС Юрлицо, он может участвовать в конкурсах грантов, муниципальных, региональных, федеральных. Мы хотим попробовать привлечь на территорию Ульяновской области для ТОСов деньги с федерального бюджета. Участвовать в конкурсах грантов федеральных, чтобы привлечь деньги, средства в Ульяновскую область, тоже подвести свой конкурс среди ТОСов. Потому что действительно дополнительно сейчас НКОшки все активнее и активнее участвуют в нашей региональных федеральных грантах. НКОшки это некоммерческие организации, правильно? Да, 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 некоммерческие организации. А ТОСы это тоже те же самые некоммерческие организации. Просто я еще расскажу, что ТОСы это уникальные некоммерческие организации, которые могут заниматься всеми направлениями. ТОСы могут заниматься и работать с молодежью, и с пожилыми, заниматься правовым порядком. И можно создавать клубы в долголетии, спорт, патриотика, все что угодно. Пожалуйста, жители ТОСа, это же от 16 и до бесконечности. Поэтому ТОСа объединяет всех жителей, занимается всем, чем можно, благоустройством территории, контролируем территории, взаимодействием с властью. Уникальная некоммерческая организация, которая действительно может почти все. И вот сейчас, в данный момент, у нас есть еще исполнительный директор, который занимается непосредственно координацией работы исполнительной дирекции. Планы у нас, конечно, в дальнейшем еще развить дополнительно, потому что мы пытаемся еще, чтобы и ассоциация могла заработать, потому что хорошо, если бы мы получили субсидирование. А что дальше, допустим, чтобы через несколько лет? Поэтому уже сейчас начинаем думать. В ближайшее время мы планируем совместно с опорой России в рамках достигнутого соглашения попробовать научить ТОСы, чтобы они могли зарабатывать денежные средства. Ведь любая некоммерческая организация, то же самое и ТОС, он может заниматься коммерческой деятельностью для достижения своих целей. Все денежные средства будут находиться внутри. ТОСа. Все будут направляться только на развитие ТОС, а никто личной выгоды из этого получать не будет. Хорошее сравнение. ТОС – это тот же как колхоз. Вот мы в Москву, например, приезжали, на форум проводил Лига ТОС, и там выступали представители ТОСов с Архангельской области. Самое интересное, что, допустим, взяли всего, купили на 70 тысяч ульев. И как вы думаете, на какую сумму сейчас оборот годовой помед у них? Вот можете представить? Не могу. На 15 миллионов оборотов в год теперь помеда 70 тысяч. Почему не развести те же кроличьи фермы? Как все раньше было. Пожалуй, все что угодно. Могут также дети за ним ухаживать. А все то, что они вырастут, то, что они произведут, это все будет продавать. Но тот же ТОС используется. Можно туда все это опять, в лугу строить территорию, пустить на кружки. Все это, пожалуйста, можно делать. Это же никто не мешает. И самое главное, что это не противоречит законодательству. Все абсолютно законно и здорово. Поэтому вот и у нас цель такая, чтобы попробовать объединить все министерства вокруг ТОСов, что мы планируем. Потому что у нас есть и молодежь. Чем занимается министерство молодежи? У нас есть и спорт. Все это занимается министерством спорта. У нас есть и культура, которую мы проводим. Министерство культуры тоже праздники проводим. И почему бы не объединить вокруг все ТОСов? Потому что фактически ТОСы могут все. ТОСы кто? Те же жители. А что жителям надо, получается, это жители лучше знают. Поэтому также есть и дороги, у нас есть и Министерство дорожного хозяйства, есть и Министерство архитектуры. Планируем мы с каждым заключить соглашение, проработать с каждым, допустим, тоже дорожную карту по развитию ТОСского движения. Я думаю, что ТОСом не то что быть, они будут, и они будут у нас очень развиты. Кроме того, неоднократно говорили, что развитие движения ТОС разновалось лучшим на территории Российской Федерации. Мысли тут были, у наших соцпантов резерта, что уже можно выходить, попробовать и за пределы Российской Федерации, потому что там тоже есть местное соправление. Сколько мы учимся, смотрим, а есть опыт, допустим, зарубежный, вот как местное соправление там развивается. Почему бы, допустим, что-то оттуда не взять? Ну, лучше, конечно, наше туда показать, что у нас лучше. Но это пока перспективы очень отдаленные. Хотя, как знать, учитывая, как стремительно развивается движение ТОС, уже начинаешь думать, что для них нет ничего невозможного. А пока вернемся к тому, что уже реально есть. Уже есть, например, в Ассоциации ТОС Ульяновской области свой главный бухгалтер Светлана Плюха. Сегодня Светлана Ивановна принимает участие в нашей программе. Правильно ли я понимаю, что вы помогаете участникам Советов ТОС в решении бухгалтерских вопросов? Очень многих отпугивает от объединения в ТОС именно то, что придется вести бухгалтерию. Теперь эта проблема решаема? Проблема эта решаема и очень просто решаема. Приходят наши ТОСы новые, пишут заявление о вступлении. Мы с ними заключаем договор на сдачу отчетности. Получаем ключи и по ТКС, по телекоммуникационным системам, отправляем за каждый ТОС любой отчет, тот, который нужен. Есть ежемесячные отчеты, есть квартальные, есть годовые. То есть у ТОСовцев на местах уже голова по этому поводу не болит? Нет, не болит. А нам все документы учредительные ксерокопии оставляют. Мы знаем, чем организация занимается и сдаем отчеты. Но это ведь сравнительно недавно такая практика появилась. Ну, до этого ввели Совет муниципальных образований, практику тоже. Ну, вот теперь это все переходит к нам. У нас пока еще мало ТОСов пришло, которые новые только зарегистрированы. А вот те, которые уже существуют, они вот перейдут все к нам на обслуживание бухгалтерское. То есть сразу все поняли, как это им выгодно? Ну, я думаю, что да, потому что некоторые же в районах живут, большинство. И ездят постоянно сдавать отчетность. Но зато дополнительная нагрузка на вас. Вы работы не боитесь? Да нет, работы не боимся. Главное, чтобы она была. Главное, чтобы был результат. И результат был положительный, да. Работы мы не боимся. Так что пусть к нам приходят все желающие ТОСы. А еще в Ассоциации ТОС Ульяновской области теперь есть специалист по проектам. Евгений Игнатьев. Итак, Евгений, какова твоя сфера деятельности? ТОСы как некоммерческая организация. Помимо субсидий от государства. От бюджетных денег. От бюджета, да. Они могут и должны участвовать во всевозможных конкурсах, грантах. То есть подавать туда заявки. И вот моя обязанность находить эти конкурсы. Помогать, чтобы ТОСы узнавали об этих конкурсах, грантах. Ну и оказывать помощь в написании самих проектов. Ну, помимо этого, я занимаюсь освещением деятельности территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области в интернете, в соцсетях. У нашей ассоциации есть сайт astos73.ru. На нем мы регулярно выкладываем всевозможные новости. А новостей много? Новостей много практически каждый день. Что-то где-то происходит. Что-то происходит. Причем новости хорошие, позитивные. Да, новости хорошие. Движение развивается. Количество ТОСов увеличивается. Количество мероприятий увеличивается. Ну и сейчас популярность приобрели в соцсети. Также общаемся в соцсетях. Размещаем там информацию. Вот сейчас такая тенденция, действительно. Люди уходят в соцсети, общаются в соцсетях. Вы их там находите и вытаскиваете в реальную жизнь. Правильно я вас понимаю? В реальную жизнь. И то же самое, что не все могут найти сайт. Кто-то сидит только в соцсетях, чтобы донести до них нужную информацию. Мы размещаем во всех соцсетях тоже полезную информацию. О себе? О ТОСах? Об ассоциации, о ТОСах, о движениях ТОСах, о конкурсах, грантах. Всю полезную информацию размещаем во всех соцсетях. Ну что ж, теперь обращаемся ко всем нашим радиослушателям, ко всем участникам ТОС. Ищите, находите, участвуйте в конкурсах. Да, заходите на наш сайт. Еще раз повторю, astos73.ru Продолжают нашу утреннюю программу сообщения от Федеральной налоговой службы. Первая из них адресована владельцам тяжелого грузового автотранспорта. Говорит начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области Юлия Ромашкина. С 2019 года отменена льгота, согласно которой владельцы большегрузов уменьшали транспортный налог на сумму, которую платили в систему Платон. Указанная льгота носила временный характер и действовала с 1 января 2015 года до 1 января 2019 года. Следующее сообщение, в отличие от предыдущего, будет не об отмене льготы, а наоборот, о введенных с 1 января этого года льготах по оплате налога на имущество физических лиц и по оплате земельного налога для граждан предпенсионного возраста. Вновь у микрофона начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области Юлия Ромашкина. На основании положения налогового кодекса Российской Федерации от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются лица, которые соответствуют условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое действовало на 31 декабря 2018 года. Таким образом, женщина, достигшая возраста 55 лет и мужчина, достигший 60 лет, имеет право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, предусмотренную Налоговым кодексом Российской Федерации. Напомню, что налоговая льгота по налогу на имущество представляется в отношении одного объекта каждого вида, например, один жилой дом, одна квартира или комната, один гараж или машина-место. То есть, в случае, если у налогоплательщика имеется несколько жилых домов, то право на льготу он будет иметь в отношении только одного жилого дома. Как указанные категории лиц смогут воспользоваться данной льготой? Напомню, что льготы у нас носят заявительный характер, поэтому для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по своему выбору заявление о представлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Я правильно вас понял, что, например, я могу прийти в любую налоговую инспекцию в любом районе Ульяновской области? Да, помимо того, что вы можете прийти в инспекцию в любом районе Ульяновской области, также вы можете отставить заявление в любом регионе Российской Федерации. Кроме льготы по налогу на имущество физических лиц, лица предмессионного возраста также имеют право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка. Вы слушаете утреннюю программу радио Государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадавшими оказываются дети, всегда воспринимаются с особой остротой. Статистику ДТП с участием несовершеннолетних за 2018 год по Ульяновской области сегодня нам представит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения, управление Государственной инспекцией безопасности дорожного движения ОМВД России по Ульяновской области майор полиции Ольга Думовова. Попробуем разобраться в причинах и еще раз напомнить родителям о том, чтобы они не забывали вновь и вновь говорить детям о правилах поведения на улице. В 2018 году на дорогах нашего региона зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в которых 128 детей получили травмы различной степени тяжести. Это также меньше, чем в 2017 году на 19,5%. Самая страшная и ужасающая цифра – это погибшие дети. Шесть погибших детей на территории нашего региона за 2018 год. Это больше, чем в 2017 году, но мы всегда подчеркиваем то, что погибший ребенок, его никогда нельзя сравнивать с количеством погибших детей в каком-либо году. Мы понимаем то, что это та трагедия, которая пришла не в одну семью, та трагедия, которая унесла жизнь маленького ребенка. Это самое страшное, что происходит на дорогах нашего региона. Если говорить о категориях участников дорожного движения, чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях у нас страдают дети-пассажиры. Если говорить о погибших детях-пассажирах, 4 ребенка у нас погибли в ДТП. Из 6 погибших всего? Из 6 погибших всего 4 погибших ребенка-пассажира. При этом дети, погибшие в салонах транспортных средств, не были пристегнуты ремнями безопасности, либо находились без детских удерживающих устройств, а на руках матери. Страшное дорожно-транспортное происшествие 22 августа, которое унесло жизнь полуторамесячной девочке. Уважаемые родители-водители, если вы собираетесь в поездку с ребенком, в обязательном порядке пристегнитесь сами и пристегните своего ребенка. Если ваш ребенок не достиг 7-летнего возраста, в обязательном порядке перевозить его только в детском удерживающем устройстве. А госавтоинспекция рекомендует до 12 лет перевозить детей в детских удерживающих устройствах. Ведь, опять же, если обратиться к статистике, чаще всего травмы у нас получают дети от 7 до 12 лет. Та категория участников дорожного движения, детей-пассажиров, которых разрешено по правилам дорожного движения пристегивать ремнями безопасности. Но так как ребенок в силу своего возраста еще мал, мы все-таки рекомендуем применять детские удерживающие устройства и до 12 лет в целях безопасности детей перевозить их с использованием автокресел. Вы сказали, что большинство погибших в прошлом году в ДТП детей были пассажирами. А есть у вас полная статистика по всем категориям пострадавших несовершеннолетних? Из 123 дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими несовершеннолетними в 63 ДТП дети явились пассажирами, в 49 ДТП – пешеходами, 9 ДТП зарегистрировано с участием несовершеннолетних велосипедистов, и 2 ДТП – это дети-мотоциклисты. Подчеркиваю, дети. А мотоциклом, как известно по правилам дорожного движения, можно управлять только с 18 лет и при наличии категории А. Это я подчеркиваю для наших родителей, которые покупают своим детям смертельно опасные игрушки, скутеры, мопеды, мотоциклы. Почему об этом говорю сейчас? За окном у нас весна, и уже на днях мы увидим на дорогах нашего региона юных водителей мототранспорта. Уважаемые родители, не нужно этого делать. Пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своих детей, и не покупайте им смертельно опасные игрушки. Они приводят к страшной трагедии на дороге. Но, как вы сейчас отметили, и дети-пешеходы тоже нередко становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. 49 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов зарегистрированы на дорогах нашего региона, в которых один ребенок погиб, и 51 ребенок получил травмы различной степени тяжести. Страшное дорожно-транспортное происшествие, о котором помнят все жители нашего региона, произошло 30 сентября в Барышском районе, когда водитель совершил наезд на группу детей, и 14-летняя девочка погибла на месте. Говоря о детях-пешеходах, что хочется сказать родителям? Уважаемые родители, ежедневно напоминайте своим детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, когда ребенок выходит из дома и идет в школу. Напоминайте о безопасном движении до школы. Будьте примером для своих детей. Не нарушайте правила дорожного движения, и тогда ваш ребенок будет следовать именно вашему примеру. Уважаемые родители, вы должны помнить о том, что одежда детей должна быть не только модной, удобной, но и безопасной. Предпочтение отдавайте одежде светлых тонов, и чтобы в обязательном порядке на одежде были светоотражающие элементы. Световозвращатели должны быть как на одежде, так и на оранце. Минимум 4 световозвращателя должно быть как у юного пешехода, так и у взрослого. Из 49 ДТП с участием детей пешеходов 21 наезд произошел на пешеходном переходе. Поэтому, уважаемые родители, научите своего ребенка переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. Если ребенок переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, он должен убедиться в безопасности, то что водитель его заметил и пропускает. Только после этого начинать движение. А для этого мы, взрослые, должны переходить проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, а не бежать на красный, объясняя своему ребенку, что это только сегодня и это только сейчас, потому что мы куда-то опаздываем. Такого делать нельзя, потому что ребенок завтра повторит ваш поступок и точно так же побежит на красный сигнал светофора. Для снижения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, какие профилактические мероприятия проводятся и какие будут проводиться в 2019 году? Сотрудниками госавтоинспекции совместно с Министерством образования и науки Ульяновской областью, родительской общественностью, запланирован ряд профилактических мероприятий на территории нашего региона. Традиционно в преддверии каникул у нас проходят большие массовые мероприятия «Внимание, дети!» Это в преддверии и весенних, и летних, и осенних, и зимних каникул, когда мы призываем совместно с детьми водителей транспортных средств быть более внимательными, обратить внимание на проезды пешеходных переходов вблизи образовательных организаций, помнить о том, что ребенок на проезжей части может появиться неожиданно. В весенний период у нас будет проходить комплекс профилактических мероприятий «Безопасная дорога в защиту ребенка». В рамках данного комплекса сотрудники госавтоинспекции совместно с участковыми полномоченными полицией, инспекторами по делам несовершеннолетних, Министерством образования и науки Ульяновской области, уполномоченным по правам ребенка будут говорить родителям об опасности управления транспортными средствами несовершеннолетними. Это скутерами, мопедами и велосипедами. Мы будем проводить профилактические беседы, акции, викторины в образовательных организациях нашего региона. В рамках данного мероприятия мы также будем выявлять несовершеннолетних, которые управляют скутерами и мопедами. Родители должны помнить то, что управление данным транспортным средством скутером, мопедом разрешено только с 16 лет при наличии категории М. При этом, если есть ребенку полных 16 лет, отучился ребенок в автошколе, имеет категорию М, садясь за руль данного транспортного средства, ребенок должен быть в шлеме, в защите. И все же, уважаемые родители, не нужно приобретать детям скутеры и мопеды. Они очень опасны. Мы также будем предупреждать родителей о недопустимости управления мотоциклами на дорогах нашего региона. Данный комплекс мероприятий будет проходить с 22 апреля по 30 сентября 2019 года. В 2019 году запланировано большое количество профилактических мероприятий с участием родительских патрулей. На сегодняшний день родители оказывают большую помощь в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах нашего региона. Родители проводят мониторинг ношений световозвращателей. Родители проводят совместно с нами профилактические мероприятия и акции «Это юный пешеход», «Автокресло детям» выходят совместно с сотрудниками госавтоинспекции и призывают родителей к соблюдению правил дорожного движения. Такие акции, как «На дороге нет чужих детей», «Внимание на дороге дети», «Скоро в школу», «Первый раз в первый класс», «Я знаю ПДД на 5» и многие другие. Запланировано проведение неделей безопасности дорожного движения, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма в период уже нового учебного года 2019-2020. На территории нашего региона запланированы областные профилактические мероприятия. Это «Безопасное колесо» в мае 2019 года. Региональный слет юных инспекторов движения, который будет проходить в ноябре. Региональный слет руководители отрядов ЮИД, который будет проходить в декабре 2019 года. В 2019 году наши ребята примут участие и во всероссийских соревнованиях. В апреле с 22 по 27 апреля команда ЮАШ из Ишеевского многопрофильного лицея примет участие во всероссийском автомногоборье. Наша команда традиционно принимает участие в данных соревнованиях и показывала очень хорошие результаты в прошлом году, когда соревнования проходили в Ставрополе. В июне 2019 года команда юных инспекторов движений едет на всероссийский конкурс «Безопасное колесо». И ребята юидовцы в настоящее время проводят большую профилактическую работу. Они не только готовятся к данным соревнованиям, но проводят мероприятия в школах, детских садах, больницах, проводят акции, мероприятия на дорогах нашего региона и призывают всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Госавтоинспекция Ульяновской области желает безопасных дорог всем участникам дорожного движения на дорогах нашего региона. Знаете ли вы, что такое эко-бомба? Скажу сразу, пусть слово «бомба» вас не вводит в заблуждение. Это абсолютно мирное общественное движение, оно призвано не разрушать, а наоборот создавать нечто прекрасное и полезное. Материал о проекте «Эко-бомба» в Ульяновске для нашей программы подготовила студентка Ульяновского государственного педагогического университета Дарья Табакова. Городская эко-бомба это зеленый десант. Три с половиной года назад в десятках городов десятки тысяч горожан своими руками стали втыкать саженцы в землю. 326 тысяч саженцев высажены за все сезоны в сотни городов России, Белоруссии и Казахстана. Более подробно об этом проекте нам расскажет Алена Жаркова, куратор городской эко-бомбы в Ульяновске. Здравствуйте, Алена. Добрый день. Городская эко-бомба это проект всероссийский, который охватывает максимальное количество городов России в этом году и их 73. Это не просто очередная экологическая организация, это хорошо скоординированное движение, которое охватывает всю страну и которое делает настоящее дело, то есть сажает деревья. Дело в том, что одна из составляющих экологии города это воздух. Человек за сутки потребляет около 25 килограммов воздуха. Стоит задуматься о том, чем мы дышим и так как в городах на настоящий момент не решена проблема очистки воздуха, мы вернулись к истокам, то есть мы сажаем деревья. Которые вырабатывают кислород? Фитонциды. Вещества, которые очищают воздух. Я знаю, что этот проект существует три с половиной года? Четыре. Уже четыре. Сколько раз в Ульяновске собирались на посадки за этот период? Если вы имеете в виду массовые посадки, мы не проводим одну посадку, мы проводим за сезон несколько посадок. Я их не считаю, потому что я не могу участвовать в каждой посадке. Мы за время существования городской экобомбы, это получается с 2016 года подключился Ульяновск. Мы посадили около 4000 саженцев. Я была на посадке два раза в 2017 году в парке 40-летие в ЛКСМ, когда мы высадили 100 голубых ёлочек, а потом мы высадили 200 кедров. Это были две разные посадки, сажали разные ребята. Это вот из таких массовых атак ребята в основном сами собираются, собирают свои десанты и потом уже в группе нам отчитываются. То есть сажают детские сады, школы, другие организации. То есть это не какие-то мероприятия по плану, а просто собрались, пошли и посадили. Да, именно так. Мне интересно, как происходит процесс посадки? Люди собираются и высаживают деревца в одном месте или это происходит точечно, но по всему городу? Каждый раз это происходит по-разному. Всё зависит от того, какая компания людей сажает и что они хотят получить. Если сажают школу, они сажают возле своей школы, они собирают мероприятия. Субботник обычно они сначала убирают, потом сажают. А если это сажает, например, мама с ребёнком, они просто выходят и возле своего подъезда сажают деревце, дальше за ним ухаживают. То есть каждый раз, каждый человек, мы называем его эковоин, сам выбирает формат посадки, либо он присоединяется к массовой посадке, которую я организую по просьбе эковоинов. То есть я договариваюсь с администрацией города, чтобы нам выделили место, выделили лопаты, воду, либо каждый сажает сам у себя. Мы вообще стараемся и хотим добиться того, чтобы каждый человек посадил дерево там, где он живёт, во дворах многоквартирных домов, для того, чтобы у человека появилось чувство хозяина. Это мой двор, я здесь живу, я здесь посажу дерево, я буду за ним ухаживать, потому что это мой двор. А если это мой двор, это продолжение моего дома, моего я, значит, здесь я не брошу бутылку, я не брошу бумажку, я никому не позволю здесь мусорить. То есть вот посадили деревца, а какое большое дело сделали? Мы больше за то, чтобы сажали во дворах домов. Эффективнее высаживать в одном месте, но много саженцев, или по нескольку штук, но по всей площади? Мы стараемся, чтобы у каждого дерева был хозяин. Наша задача не воткнуть как можно больше саженцев, а чтобы как можно больше деревьев прижились. Поэтому, конечно, лучше пусть у каждого дерева будет хозяин, пусть каждый посадит одно, два, три дерева, но за которыми будет осуществлять реальный уход, чем мы посадим целую аллею и забудем о ней, и ничего не приживется, и толку будет меньше. Основатель движения пишет в основном сообществе, что этот сезон будет последним. Не раскроете тайну, почему? Дело в том, что это интрига и для нас. Мы не знаем планов Основателя движения, но мы думаем, что, скорее всего, просто изменится формат. А сажать мы продолжим. И привлекать людей к посадке деревьев именно в городах мы продолжим. Алена, а как вы сами узнали об этом движении? Я просто увидела на страничке ВКонтакте. Проходила акция, которую мы тоже проводим у себя. Кедр в подарок за репост. Я подумала, я нажму кнопку, а мне подарят саженец. Ну, а почему нет? Я его посажу на даче, будет у меня кедр. Ни у кого нет, а у меня будет. И подключилась. В тот момент у нас был куратор города, другой человек. Так случилось, что она умерла, и некому было подхватить движение в Ульяновске. Я взяла на себя смелость. Полностью беседу с куратором движения «Экобомба» в Ульяновске Аленой Жарковой слушайте сегодня в вечерней программе радио-государственной телерадиокомпании «Волга» «Гость студии» в 19 часов 20 минут. Вы слушаете утреннюю программу радио-государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Ваши отзывы и предложения по содержанию программ готов выслушать по телефону в Ульяновске 46 33 60. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok